Всем привет! Будем тестировать два двухтактных лодочных мотора Yamaha 9.9-15 и Suzuki 9.9-15 на максимальную загрузку на одной и той же лодке. Для теста возьмем оригинальные винты 11 шага для каждого лодочного мотора. Существует мнение, что Suzuki, обладая большим рабочим объемом, способен вывести больше в режим глиссирования. Сейчас мы установим, так ли это на самом деле. Сейчас будем тестировать Suzuki против Yamaha. Существует мнение, что Suzuki 15 выводит на глиссер значительно большую нагрузку, чем Yamaha. Сейчас мы проведем тест. 11 винт Suzuki оригинальный и 11 винт Yamaha оригинальный. Для тестов возьмем лодку флагман DK350. Лодка достаточно широкая, поэтому нагрузку на глиссер оба мотора поднимут большую. Вопрос только, кто победит. Вот мы сейчас это узнаем. По водным данным, должна победить Suzuki с большими кубами. Suzuki против Yamaha. Часть не знаю какая. Неужели выйдет? Ой, сейчас улетел больно. Ну давай, давай, давай. Люда, знаешь, что все, Люда. На центре, на центре. Не, 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 не. Нет. Не выйти. Не выйти. 400 кг на глисс не выводит. Никак. Все, вот здесь 374 без лодки, мотора и бака. Ну, 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 выходит, выходит, выходит. Подожди, давай, давай. Ну, слушай, вроде вышли. Не, вышли, но это вообще на грани. Разворачивайся. Так, меняем моторы. Suzuki идет отдыхать. Так, ставим на Yamaha 11 винт. Потому что на Yamaha сейчас стоит 12 винт. Так, меняем моторы. Вот сейчас Suzuki, конечно, полегче при таких вот операциях. А мне банально... Это видели, как я страдал? Хе-хе. Ты страдал? Блин, вот, главное, страдали. Ох, да, слушай, тяжело. Ну, это тяжелее на 5, точно. А после рыбалки, они, кажется, все 10. Ох, страдания мои. Так, берем Suzuki и кладем его на днище. Вот сюда. Так, и вешаем вот этого гадиного вот сюда. Так. Давай сейчас это зверну, ты за ногу сразу возьмешь. Так. Подожди. Ох. Это было, конечно, жестко. Yamaha тяжелее, конечно, тут не крути. Особенно после рыболова 2 дня. Андрюхе все равно, у нас вот только винт таскает. Поменяли моторы. На Suzuki был 11 винт. На Yamaha тоже поставил 11 винт. Завруска все та же самая. Так, вот завели Yamaha. Suzuki отдыхает. Сейчас посмотрим. Что, да. Так, значит, загрузка еще раз. Мы 370 килограмм, да, примерно. Да. Ну, минус. Ну, ладно, с бананчиком. Да, минус и холодный. Прям поехали, смотри, как получилось. Да. А, еще даже легче. Выше, смотри. Так, короче, что мы имеем в итоге. Вот это все, вот это все, на этой лодке Suzuki выводит на глиссер, да. Выводит, но на пределе, скажем так, вообще на пределе. Вот мы сейчас это все положили, все то же самое, просто поменяли моторы. Тот же бензин, все то же самое. Yamaha тоже выводит. Тоже, в принципе, на пределе. Правильно? Не, он легко, кстати, вышел. Вот. Ну, посадили опять четырех человек, масса 400 килограмм практически. Вот. Suzuki этот вес не смог вывести на глиссер, правильно? Да. Suzuki не смог это вывести на глиссер. Yamaha выводит столько же, сколько Suzuki. То, что смогла вывести Suzuki. 374 килограмма. А кто же это вывела? Сейчас мы посмотрим, может быть, сейчас тут какие-то чудеса. И мне потом владельцы, не владельцы этих, производители Suzuki, как бы, так называется, предъявят обвинение в привете или в чем-нибудь таком. Ну что, час икс, вот это сейчас самое интересное. Не, ну реально у меня самое интересное. Подожди, подожди, мы еще сгоняемся. Теперь ближе ко мне, чуть-чуть ко мне, Женя. Сиди, чуть-чуть, чуть-чуть. Вышли! Вышли! Так, ну в итоге, вот вы видели, это, ну опять же, заслуга этой лодки ДК-350. Это вот ей жирный, жирный, жирный плюс. Yamaha с 11 винтом, оригинальным, штатным, который всех хайят, говорит, что он плохой. Выводит 400 килограмм Suzuki. Так что пишите в комментариях, что вы думаете, почему все-таки Yamaha больше выводит на глиссер на 11 винте. А мы продолжаем отдых, там костер горит, там, да, уже, там, в общем. А, нет, 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 отдыха, а я мотор опять меняю обратно. Ну все, вот как здорово. Так, вот мы провели тест по всем замерам. На удивление всей логике и вообще здравому смыслу победила Yamaha. Yamaha подняла на глиссер без учета лодки и мотора. Ну и бензобака 400 килограмм. Suzuki смогла поднять только 300, по-моему, 375. Дифферент на обоих моторах стоял на втором отверстии от транса. Здесь использовали такой же дифферент. Скажем так, порвали все шаблоны. Вообще, на самом деле, оба мотора 15 сил и говорить, что какой-то мотор сильнее, это неправильно. У них примерно равный потенциал. Так что ничем, сузуковские хубы, ничем они, никакое преимущество они не дают. Все, всем пока, ставим лайки, подписываться на канал, будет еще очень много интересных роликов. Пишите в комментариях, что вы думаете, как такое может быть. Suzuki с большими кубами проиграла Yamaha с менее кубатурным двигателем. Вот так вот бывает иногда. Все, всем пока. В заключение хочется добавить, что целью данного ролика не было как-то обидеть или оскорбить владельцев лодочных моторов Suzuki. Данные лодочные моторы оба хороши, оба имеют одинаковую мощность, и поэтому пусть каждый выберет себе мотор, который ему больше нравится. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok